Привет! Меня зовут Тамара, я менеджер студии FLAG. В данной презентации расскажу про один из наших любимых проектов это перенос и развитие сайта для ГЛК Гора Белая. Наши партнеры мой стенд обратились к нам с просьбой помочь им перенести уже реализованный проект с кастомной CMS на WordPress. Почему вдруг встала такая задача? Реализованная админ панель на сайте была неудобна для контент менеджера, он не мог в ней разобраться. А также в ней отсутствовала возможность редактирования множества текстовых данных на сайте. Также в процессе переноса от разработчиков требовалось убрать SPA на фронте, чтобы сделать сайт более SEO-френдли. После подробного общения с моим стендом мы узнали, что сайт будет активно развиваться, в нем будут появляться новые разделы и прикольные функции. Реализовывать такой масштабный проект на CMS WordPress крайне нежелательно, потому что в WordPress очень сложно настраивается база данных. И в итоге сайт мог превратиться в один большой костыль и боль для программиста, что крайне нежелательно. Поэтому с моим стендом нами было принято совместное решение перенести сайт на фреймворк Ларова. Это нам позволило легко масштабировать проект, добавлять новые разделы, а также строить связи между различными таблицами с данными без ряда для производительности сайта. И в итоге код сайта был хорошо читаемый и понятный для программиста. В качестве админ панелей CMS мы выбрали Laravel Nov. Это одна из самых популярных и активно развивающихся CMS на Laravel. С помощью CMS Laravel Nov мы настроили редактируемые поля для контента на сайте для всех необходимых данных. Также удобно скруппировали связанные данные в админ панели, чтобы контент-менеджер мог легко ориентироваться в ней. Сделали валидацию при сохранении неверных значений, а также оптимизацию изображений при сохранении и конструктор страниц. Про последние два пункта я расскажу немного подробнее попозже. После переноса сайта на Laravel мы приступили к его развитию. В итоге на данный момент у нас было сделано 8 итераций. Во время первой итерации мы переносили сайт на Laravel Nov. Это у нас самая масштабная итерация. И далее дорабатывали уже сайт вот такими равными по часам итерациями. Давайте я расскажу вам поподробнее про самые интересные функции, которые были реализованы нашими разработчиками. Сейчас я вам расскажу про работу, сделанную по оптимизации изображений на сайте. Дизайн, который нам предоставлял мой стенд, содержал в себе очень много мультимедиа информации, фотографий, красивых изображений. И это, конечно же, требовало дополнительного подхода к оптимизации сайта, к оптимизации скорости его загрузки. Сейчас я вам расскажу про основные проблемы, с которыми столкнулся контент-менеджер при наполнении сайта и про то, как мы их решили. Первые две проблемы – это фотографии большого размера и большого разрешения. Они очень тесно связаны друг с другом. Фотограф предоставлял контент-менеджеру фотографии очень хорошего качества. Это означало, что они много весили и были такого большого разрешения, что их можно было распечатывать и вешать, как огромный плакат на дом. И это, конечно, очень сильно влияло на скорость работы сайта, на скорость рендеринга страниц. Если говорить про проблему большого размера изображений, то мы ее решили следующим образом. При загрузке этого изображения на сайт, на сервер сайта, мы автоматически оптимизируем его вес без потери качества. Если говорить про вторую проблему – это большое разрешение изображений, тут уже задача была более интересная и требовала большего внимания со стороны разработчиков. Что мы сделали? При выводе на фронтенд этой фотографии мы рассматриваем каждый случай, каждое место на сайте, где она встречается. И мы выводим туда не изначальный вариант, а уменьшаем фото до нужных размеров. Давайте я вам покажу это все на примере. Например, у нас есть на сайте такой раздел, как «Знаковые места». Здесь вот такая интересная сетка. И чтобы эта страничка быстренько у нас рендерилась, мы сюда выводим не то большое изображение, которое изначально загружает контент-менеджер, а определяем размер, который необходим для красивого отображения. Это вот, например, 736 на 490 пикселей. И выводим туда уже оптимизированное разрешение, чтобы сайт у нас не тормозил. И третья проблема – это фотографии современного формата в AppP. Это была самая коварная проблема, потому что такие фотографии имели разрешение JPEG. Но при сохранении их на сервер сайта Лара Волнова выдавала ошибку, что данный формат не поддерживается, хотя он был прописан как один из разрешенных. Когда мы начали в панике присылать эту картинку друг другу, чтобы понять, в чем проблема, мы поняли, что у этой фотографии формат в AppP. Вроде ничего плохого в этом формате и нет. Это современный формат, который оптимизирован для веба. Но он, к сожалению, воспроизводится не во всех браузерах. Например, в Safari вместо изображения формата в AppP выводилась бы битая картинка. Чтобы решить эту проблему без особого напряга для контент-менеджера, мы сделали автоматическую конвертацию изображения формата в AppP в обычный JPEG при загрузке их на сервер сайта. Вот таким образом мы решили вопрос по оптимизации изображений на сайте. Следующая очень полезная реализованная функция на сайте – это конструктор страниц. С помощью конструктора контент-менеджер может, не обладая специальными знаниями верстки, собирать красивые уникальные страницы из доступных заранее стилизованных элементов на сайте. Например, мы предоставляем возможность добавлять в конструкторе текстовый блок с фактоидом, видео, галерею, карту, а также добавлять карточки уже реализованных моделей на сайте. Это знаковые места, туры, мероприятия, объекты. Давайте я вам покажу, как это выглядит уже на сайте. Например, у нас есть такой раздел, как «Населенные пункты». Если мы перейдем в какой-то конкретный населенный пункт, мы увидим, что весь контент на нем собран из конструктора. Вот это как раз текстовый блок с фактоидом. В текстовом блоке мы можем выделять какой-то текст, менять его формат. Также тут добавлено фотогалереи с одной фотографией, видео и карточки уже реализованных моделей на сайте. Сейчас я вам покажу, как конструктор выглядит для контент-менеджера. Перейдем в режим редактирования страницы и в вкладку «Контент». «Контент-менеджер» может добавить новый элемент с помощью такого выпадающего меню и собрать как раз красивую страницу. Также я вам сейчас покажу, как у нас реализованы валидации на сайте. Например, если мы забыли заполнить обязательное поле, то админ «Контент» даст нам сохранить значения, потому что они невалидные. Также у нас есть особая защита на правильность вставляемых данных. Например, в поле для вставки фрейма мы не можем вставить обычный текст. Нам снова будет выведена валидация. Если мы удалим невалидный блок и снова попробуем обновить страницу, то мы увидим, что обновления прошли успешно. По аналогии с «Конструктором страниц» мы реализовали «Конструктор заявок». Для чего он нужен? На сайте представлено большое количество услуг с возможностью оставить на них заявку. Многие из этих услуг довольно-таки уникальные, и в заявке требовалось указать специфичные данные. Давайте рассмотрим на примере. Перейдем в раздел «Туры» нашего сайта и, например, в тур «Экстрим-тур для отцов и сыновей». Если кликнем тут на форму заявки, мы увидим, что здесь требуется оставить желаемую дату, когда посетитель сайта хотел бы участвовать в «Экстрим-туре». Рассмотрим другой тур. А, например, путешествие к бездонному озеру. Если же мы попытаемся оставить заявку на данный тур, то мы увидим, что тут нам необходимо указать количество снегоходов, которые мы хотим забронировать. Все заявки, оставленные через конструктор заявок, сохраняются в админ панели сайта и также передаются об API. Об этом я вам тоже расскажу попозже. Давайте найдем наши заявки. Заявки делятся на заявки на обычные услуги и также на заявки по турам. Наша заявка, она в самом начале списка. Если мы перейдем в нее, то мы увидим значение дополнительных полей, которые были собраны через конструктор. То есть у нас каждая форма заявки содержит такие обязательные поля, как телефон и фамилию, имя, отчество, а все остальное настраивается через конструктор. Для настройки конструктора при редактировании доступна специальная вкладка конструктор форм. И мы тут увидим, что контент-менеджер добавил еще одно поле, сделал его обязательным для заполнения. Также имеется возможность добавить отступ сверху, чтобы каким-то образом сгруппировать данные. давайте попробуем добавить еще один элемент. Например, дата-пикер. Мы можем указать название поля, а также можем сделать это поле обязательным для заполнения и добавить отступ сверху. Обновим тур и перейдем на его страницу. Теперь в форме заявки добавилось наше дополнительное поле с отступом сверху и оно обязательное для заполнения. Выберем дату, выберем количество снегоходов и отправим заявку. Давайте удалим наше тестовое поле. Конструктор форм. Удаляем поле, обновляем тур. И тут тоже очень интересная настройка сделана, что все наши заявки, они сохраняются в изначальном виде. То есть даже если мы удалим какое-то уже неактуальное поле, то оно не удалится из нашей заявки, а останется. Вот дата у нас сохранилась. Перейдем к следующей части моей презентации. Это система личных кабинетов. На сайте реализованы следующие роли. Это администратор, менеджер, сотрудник пресс-центра, резиденты-пользователи. Если говорить про первые три роли, то они отличаются друг от друга доступом к возможности редактирования различных данных в админпанели. Я вам расскажу поподробнее про две другие роли резидент и обычные зарегистрированные пользователи, так как у них реализованы очень интересные интерфейсы на сайте. Давайте рассмотрим резидента. Кто такой резидент? Резидент это некий владелец объекта. Мы можем создать данного пользователя только через админпанель сайта, то есть пользователь сам зарегистрироваться не может. Перейдем в пользователей. при создании пользователя мы можем указать у него роль резидент и нам станут доступны для заполнения дополнительные необходимые поля. Данные поля заполняются только администратором сайта и резидент сам в личном кабинете поменять их не может. Также мы можем прикрепить резидента к уже созданному объекту на сайте. Для чего это нужно? Чтобы заявки оставленные на услуги данного объекта попадали в личный кабинет резидента и он мог как-то на них отреагировать. Вот с помощью данного поля мы как раз эту связь организуем. Перейдем в личный кабинет резидента. Он у нас реализован на отдельном домене. в личном кабинете резидент видит информацию по заявкам сделанных с его объекта а также свою личную информацию заполненную администратором сайта. Тут очень интересная и прикольная реализованная функция по загрузке документов. Давайте я вам покажу как это выглядит. мы можем загрузить документы только разрешенных форматов. Например всякую ерунду нам не даст загрузить сайт. Также есть возможность скачать документ из личного кабинета или удалить уже неактуальный файл. Если мы нечаянно кликнули на кнопку удаления мы можем отменить свое решение. Если же мы не отменили то файл у нас успешно удалится. теперь перейдем в личный кабинет обычного зарегистрированного пользователя на сайте. В личном кабинете пользователь может видеть заказы которые он сделал на услуги на сайте. также он может редактировать свои персональные данные. Тут форма редактирования тоже очень красивая и удобная для понимания. То есть при редактировании у нас сразу же на фронте происходит валидация и нам сайт не дает сохранить изменения. Если же все значения верные изменения успешно сохранятся. перейдем далее. API сайта. Помните я вам говорила что все заявки сделаны на сайте они передаются в CRM систему клиента с использованием API. По API мы передаем не только заявки но также пользователей. Для того чтобы мы могли как-то задокументировать API и его тестировать мы установили Swagger. Я вам сейчас покажу как выглядит интерфейс данной программы. Данный интерфейс может попасть только администратор сайта сайта то есть тут как раз вы можете увидеть что у нас есть специальные кнопки управления для извлечения интересующих нас заявок то есть мы можем тут указать даты с которых нам нужны данные например 2020 месяц и число и нажав на кнопку увидим что наши данные успешно были извлечены тут даже должны быть наши заявки которые мы сегодня с вами оставляли вот путешествие к бездонному озеру заявки передаются и те поля которые мы указали в конструкторе это дата и сколько снегоходов мы забронировали также у нас была сделана интересная интеграция с Retail Rocket для чего это было сделано чтобы персонализировать предложение по турам но на все настройки на Retail Rocket были сделаны со стороны моего стенда нам просто показали пальчиком какие места надо вот эти рекомендации вставить с нашей стороны было необходимо сделать генерацию XML файлов со списком туров генерацию мы проводим автоматически каждые два часа а также при запросе администратора сайта это если какие-то данные надо срочно протянуть в этот XML для того чтобы проверить как у нас выглядит XML файл в админ панели у нас есть специальный интерфейс для Retail Rocket здесь мы можем изучить правильно ли у нас формировался XML файл а также обновить его если какие-то данные необходимо срочно подтянуть и я вам все рассказывала что там было у нас реализовано на бэкэнде сайта теперь покажу интересные красивые странички которые красиво работают на фронте например это фильтрация на сайте но фильтрация у нас производится без перезагрузки страницы значения фильтров передаются как параметры в URL слаги фильтров преобразуются из кириллицы в латиницу а также разная верстка на десктопе и адаптиве была сделана я лучше вам покажу наглядно чтобы было более понятно например у нас реализована интересная фильтрация в разделе туры здесь мы можем выбрать какие-то значения фильтров если у нас не помещается все в строчку появляется такой небольшой скролл приклейте на кнопку показать туры без перезагрузки у нас выводится информация что ничего не найдено я пожалуй тут попытаюсь что-то найти показать туры тоже ничего не найдено удалим очистим все фильтры у нас снова выводятся наши туры в изначальном виде попробуем сейчас еще раз отфильтровать вот пожалуйста у нас найден один тур который отвечает нашему запросу по фильтрам также обратите внимание что это значение фильтра передалось в ссылку еще у нас реализованы красивые фильтры в разделе новостей и в разделе инвестора так сейчас мы его найдем вот он 4 проекта вот только один проект отвечает нашему фильтру еще я вам хочу показать одну страницу которая тоже очень красивая это страница с тропами на ней тоже вам сразу буду показывать на сайте что было реализовано так давайте перейдем на нее на ней для каждой тропы мы можем задать свои какие-то уникальные характеристики доступность описание фотогалерею галерею также для каждой тропы мы задаем свой фрейм карты то есть вот эти все линии они адресовываются не на сайте они собираются в конструкторе карт и вставляются в виде фрейма для нужной тропы то есть открываем тропу и карта справа меняется тут также очень удобно реализован вывод подсказок то есть подсказка понимает в каком месте сайты ее вызывают и открывается либо вниз либо вверх чтобы не пряталась под элементами сайта если мы перейдем в адаптивную версию сайта давайте вот например разрешение под айфон мы увидим то что у этой странички своя уникальная верстка для адаптива есть пользователь может развернуть карту ну и точно так же просматривать все тропы при переключении тропы карта сверху тоже будет меняться так перейдем дальше ну и последний слайд моей презентации это настройка сервера для того чтобы сайт у нас быстро разворачивался и для того чтобы мы могли контролировать настройки сервера был использован докер также для безопасности мы делаем бэкапы базы данных каждую ночь и чтобы эти бэкапы никуда не потерялись не рухнули вместе с сайтом мы их сохраняем отдельно на с3 вот и все спасибо вам за внимание хорошего всем дня до сих пор до сих пор Продолжение следует...